В Химке стартовали продажи автомобилей Москвич 6. По словам сотрудников официального дилера, модель вызвала небывал интерес у автолюбителей. Машины уже появились на складе, есть возможность пройти тест-драйв. Мягкая передняя панель с 10-дюймовым мультимедийным дисплеем, удобные сидения с отделкой из эко-кожи, мультифункциональный кожаный руль. Это то, что бросается в глаза автолюбителю в первую минуту знакомства с автомобилем. За более детальным описанием машины мы обратились к менеджеру автосалона Еве Лукашиной. Это новый Липбэк, который появился только на нашем рынке. Спортивный дизайн, модный современный электроник, светодиодная оптика – это то, о чем я сейчас вам расскажу более подробно. Оценить новый автомобиль также приехал депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов, который курирует в городе реализацию проектов «Народный контроль» и «Предпринимательство». У нас же есть в городе партийный проект. Мы первые, и мы первые здесь в салоне «Москвич» и смотрим этот чудесный «Москвич-6». Начинаем с экстерьера. «Москвич-6» – это среднеразмерный переднеприводный пятидверный лифтбэк длиной 4 метра 77 сантиметров. Дорожный просвет 14 сантиметров. Объем багажника 540 литров. Кузов оснащен люком во всех комплектациях. Установлены передние и задние парктроники. На данный момент есть две комплектации «Москвича-6» – «Комфорт» и «Бизнес». Автомобиль оснащен полуторалитровым двигателем с турбонаддувом. В более бюджетной версии двигатели мощностью 136 лошадиных сил идут в паре с вариатором. В версии подороже – 174-сильный мотор работает в паре с шестиступенчатым роботом. Расход составляет около 7 литров на 100 километров. «Он будет доступен в пяти цветах. Красный, серый, черный, синий и белый цвет». Садимся в салон и изучаем «Москвич-6» изнутри. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также электрическим стояночным тормозом. «То есть уровень топлива, километраж, данные о поездке, необходимое расстояние до заправки – все это можно будет смотреть перед вами. Мультироль, конечно, да, управление громкостью, переключение радиостанции, музыки – все это можно будет сделать отсюда. Круиз-контроль также присутствует в автомобиле, он будет регулироваться слева на руле у вас». После осмотра интерьера и экстерьера автомобиля менеджер Ева Лукашина предлагает испытать москвича на Ленинградском шоссе и улице 9 мая. «Я ездила и продавала новые BMW, я съездила и продавала новые Mazda, и сейчас я перешла в москвич. Вот, что касается управления автомобилем, мы не комфортно. И как на BMW было пересесть на Mazda, так и с Mazda пересесть на москвич. То есть достаточно плавно, все равно автомобиль хорошо послушный, он сразу реагирует на педали, как на газ, так и на тормоз по сигналам. Ну и, соответственно, по функционалу не скажу, что мне чего-то не хватает в москвиче». По словам менеджера, помимо спроса рядовых автолюбителей на машину, а это в среднем около 10 клиентов в день, моделью также активно интересуются таксопарки и каршеринговые компании. По итогу осмотра москвича подводим итог. Машина подходит самым разным категориям автолюбителей. По словам депутата Артура Каримова, новый автомобиль придется по душе представителям власти. «Москвич 6». Я думаю, что это уже достойная замена тем иностранным автомобилям, которые сейчас в автопарках и чиновников и других госструктур. Химчане смогут сами оценить новый автомобиль, провести тест-драйв, а также узнать о льготах и субсидиях на новую модель в автосалоне «Москвич» в Химках. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Сергей Косолапов. Новости Химки ТВ.